Привет, друг! С тобой Иван. Я вижу, что тема с налогами тебе зашла, поэтому готовь свои ушки. Сегодня мы поговорим, как частично можно обойти новую систему налогов. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Давайте сначала начнем с новостей не про квартиру, а про маленькую новость, которая появилась в телефоне, и об этом никто ничего не говорил. Если мы нажмем на телефон, у нас появится новая кнопочка варны, при заходе на которую ты увидишь количество варны, хотя причем здесь баны, если это варны, мы нарушение баны, а варны здесь написано. Ладно, упустим эту систему. Здесь, наверное, количество варны должно быть написано. Значит, эта система как в Sampi, то есть за 3 варна в Sampi ты получал автоматический бан на 30 дней. Поэтому, наверное, вот здесь также за всякие нарушения сервера, возможно, нарушение впадания, возможно, так и есть. И как мне писали подписчики, скоро ведут полицию, правительство, вот здесь у нас уже есть иконка правительства, как бы правительственный гараж. Смешники скоро будут, все скоро будут здесь. Вот, и вследствие за нарушение этих правил, либо то, что ты не отстоял лидерку и т.д. И тебе будут выдавать варны или бан. И вследствие чего, скорее всего, об этом ничего не написано, но, скорее всего, за 4 варна 4 из 4 ты получишь бан на 30 дней автоматически. Вот, и теперь давайте перейдем к самому нашему любимому. Значит, исправлены формулы расчета налога и визуальный калькулятор в меню дома. Налоги на дома 0,25%, как и были, а налоги на квартиры 0,77% на сутки. Больше за налоги ничего не сказано. Значит, что? Если они захотели бы изменить, они бы изменили вместе с обновлением вот этого худа и саму формулу сегодня ночью. Но, как вы видите, ничего не изменилось. Конечно, мы же сейчас можем устроить бунт, продать все квартиры, эти серверы и, возможно, админ задумается. Ну, невозможно, а точно. Но пока что никаких действий нет, но мы будем верить, что что-то лучшее станет. Сейчас можно вот это, что-то лучше станет, просто вырезать. И в следующем обновлении, когда добавят налог на транспорт, на количество объема, лошадей, вот это все, когда добавить, и просто вставить туда. Еще можно добавить налог на солнце, как в реальной жизни. Мы же к реализму идем, да. Вот в какой-то стране, скриншот сейчас видите, есть налог на солнце. Вот так же можно добавить, в принципе, неплохо, лям за день. Ну, или на крайняк можно еще такой. Короче, давайте все-таки же перейдем к квартирам. Как говорят одни люди в дискорде, типа, о, хорошо, что сделали квартиры, перекупы задрали, вся херня. Типа, купили квартиры, перепродают, потому что за квартиры ты платил 5000, а за дом платил там что-то на 500 рублей больше, что-то такая-то херня. Я объясняю вам, зачем добавляли к системе ЖК? Для того, что на сервере не заюзаны все дома, то есть по стандарту, по маппингу дома есть, но меток нет. Они еще не все метки расставили, вот. Все дома заняты, людям нужны дома. Знаешь что? Экономика растет за счет домов, то есть цены на них растут. После добавления ЖК, правильно, цены на дома упали. Логично? Логично. И цены на ЖК, они не отличались от ГОСа так сильно, чтобы ввести какую-то вторую экономику. Что они сейчас сделали? Они увеличили налог на ЖК в три раза. Было 0,25, стало 0,77. Тем самым они, типа, выровняли, что дом, который на 12 мест ты плачешь 150 тысяч, и квартира на 12 мест ты платишь тоже, как бы, 150 тысяч. Но с маленьким ГМом это не сходится. Потому что, если ты берешь квартиру на одно место, ты платишь 23 тысячи 100 рублей, что такое. За дом ты плачешь всего лишь 5 тысяч. И теперь я не понимаю, в чем логика администрации, ведь они добавили ЖК, чтобы уравнять, как бы, экономику, чтобы она не выросла, чтобы все дома не перепродавали по конским ценам. Уравнять экономику, скинуть ее, окей, это гуд, это лайк. Но они сейчас заперли, получается, цену, вернее, не цену, а налоги на квартиры. Сейчас налоги на квартиры вырастут, все сливают квартиры нахер. Сейчас их почти по ГОСу отдают. Вот, например, ГОС в 19,500, слив в 17,500, их отдают за 18, типа, чтобы забрали только, и чтобы не в ГОС. И сейчас массово сливают, и хотят, типа, купить дом, и что? Конечно же, цены на дома вырастут, потому что дом экономически выгоднее, чем квартира. А если 2, 3, 5 мест, то это вообще выгодно, дом купить, чем квартиру. Тем самым, сейчас экономика просто на домах вырастет, а система ЖК, я не знаю, зачем она тогда нужна будет. Если налоги конские, никто их тупо брать не будет. А теперь давайте перейдем к моим, ну, в принципе, очевидным способам. Ну, сразу скажу, что для перекупов автомобиля эта система не подойдет. Подойдет, мне кажется, многим людям, которые заходят почилить, не перепродавать, а купили там себе пару тачек и просто катаются над них. Этот способ, я думаю, им подойдет. Ну, и подойдет людям, которые любят обновлять свой автопар раз в месяц или еще реже. Знаешь, сегодня мы поговорим о двух таких вот способах, как покупка-продажа, продажа-покупка и аренда. Более подробнее слушайте далее. Значит, первый способ – это продажа дома в ГОС или игроку на руки и покупка одного ГОС-места. Возьмем, в пример, мою квартиру. Она стоит 19 миллионов 500 тысяч в ГОСе. И мы сможем ее продать в ГОС, то есть в слив, за 17 миллионов 550 тысяч рублей. И на этом мы потеряем 1 миллион 950 тысяч рублей. То есть продажа в ГОС составляет как бы 10% от цены. После того, как мы продали нашу квартиру, мы покупаем квартиру в этом же доме за 3 миллиона. Это самая дешевая квартира, потому что 1,5 миллиона стоит одно место и 1,5 миллиона стоит интерьер. Самый дешевый. Конечно же, зачем нам мажорный? Зачем нам больше платить? И эта квартира нам выходит в 3 миллиона. И теперь выходит, что у вас в квартире на любой момент зарезервированное место. Если вы, конечно, не хотите, можете вообще нафиг продать и не покупать. Но об этом мы поговорим немножко позже. Сейчас наш способ имена с одним ГМ. То есть мы покупаем квартиру, купили. И мы в день теперь будем платить 23 тысячи 100 рублей вместо 150 тысяч. И получается то, что в 1 месяц мы за 1 ГМ будем платить всего лишь 693 тысячи, давайте 700 тысяч. А за 1 месяц 150 тысяч, то есть за 12 мест, мы бы платили 4,5 миллиона. Тупо на ровном месте мы теряем 3,8 миллиона. Вы можете спросить, Айвана, а в чем же прикол? Что ты тупо продал 12, купил одну и меньше налог. Ну это логично. Теперь, например, если вы обновляете, как я говорил и ранее, тачки раз в месяц или раз в два месяца, раз когда обновление выходит, вам это по приколу. Вы не меняете тачки часто, вы не перекуп. Например, вы захотели обновить свой автопарк. Вы сливаете эту квартиру на 1 ГМ в ГОЗ за 2 700. И идете опять, покупаете квартиру за 19,5. И потом, когда вы накупили тачок, можете опять квартиру слить и купить опять квартиру на одно место. Значит, мы тратим 300 тысяч, чтобы слить квартиру одно место. И потом покупаем квартиру на 12 мест и сливаем ее в ГОЗ. И тратим еще 1 миллион 950 тысяч. То есть вместе выходит 2 миллиона 250 тысяч стоит вот эта махинация. Многие могут сказать, типа, Эван, ну это дорого. Но если дорого, тогда смотрите, что вот эта махинация стоит всего лишь 2 миллиона 250 тысяч рублей. Но если вы не хотите заморачиваться и делать, как я, тогда вы будете в месяц платить 4 миллиона 500. То есть махинации такие в месяц вы могли сделать 2 и уйти в принципе в 0. Либо 1 и окупиться. А если вы еще покупаете еще реже, то она вам окупится намного больше. То есть все в этом плане зависит от того, за сколько вы продадите квартиру. Если вы продадите выше ГОЗа, выше слива, тогда этот минус будет все меньше и меньше. И вы сможете, как бы, чаще эту херню делать. Но если сливать ее прям по цене ГОЗа, тогда минус выходит 2 и 2 миллиона. Но если вы сможете найти игроков, которые купят у вас вот эту ГМ дороже. Хотя сейчас это очень сложно, потому что все спрашивают, сколько налог угорает и уходит. Тогда минус будет еще меньше и это будет еще и еще выгоднее. Ну что, пацаны, сейчас я вам покажу, как это делается на реальном примере. Потому что я хотел сначала слить какому-то игроку. Я вот выставил объявление в недвижимости, вот очень жилое. Вот висит еще другие люди сразу сливают все свои дома. В дискорде вообще очень много сливает квартир. И я понял, что хрен-то, наверное, ее продаж в плюс, либо выше слива. Поэтому придется сливать по сливу. Ведь никто не хочет себе 150 тысяч налог. Я надеюсь, я не затуплю сейчас и через 2 дня админы там не пофиксят налоги. Это будет, конечно, фиаско, если так будет. Значит, снимаем ваши деньги, которые у вас есть на счету. Все. Сняли деньги, подходим сюда. Я надеюсь, никто не приедет сейчас. Шприкол сейчас сливаю и не могу губить. Продаем это жилье. К сожалению, за 17 550, как я и говорил. Да, продаем. Теперь нажимаем купить квартиру. Эконом-класс, одно место, 3 ляма, создать квартиру. Все, теперь у нас есть квартира с налогом на 23 100. И второй способ это продать квартиру свою и взять аренду. Либо же сдавать свою квартиру в аренду. В чем этот плюс? На этот способ пойдет больше игрокам, которые любят менять свои автомобили достаточно часто. Если, например, вы не так часто играете на сервере, не так часто менять свои автомобили. Ну, можете просто сейчас как бы слить свою квартиру и пойти взять в аренду там буквально, смотря сколько мест. Типа, если брать сколько мне нужно, типа 12 мест, это будет стоить, ну, я думаю, в районе 500, ну, полтора миллиона максимум. Да не будет полтора миллиона, полтора миллиона никто не даст. Один миллион максимум дадут, типа, за аренду места. А если у тебя есть какой-то друг кем, то это тебе вообще будет бесплатно. А аренда там двух-трех мест будет стоить там 300 тысяч, если тебе больше не надо. Это намного выгоднее, чем держать даже ГМ на одно место. Если ты возьмешь там в аренду один ГМ, ну, потратишь, условно, 200 тысяч, вместо того, что в месяц должен был заплатить где-то 700. Но этот же способ работает в обратную сторону, то есть ты можешь давать свою квартиру в аренду другим. Как вы знаете, в прошлом обновлении отмины убили систему аренды, если это так можно назвать. Раньше квартиру можно было минимум слить за 10 тысяч рублей. Но сейчас ты можешь ее слить только за половину от ГОС стоимость. Давайте возьмем, в пример, мою же опять квартиру. У меня квартира на 12 мест, ГОСа 19 миллионов 500 тысяч. То есть могу я ее слить другому игроку минимум за 9 миллионов 750 тысяч рублей. То есть как происходит аренда. У тебя чел хочет арендовать ее, он подходит тебе, ты ему предлагаешь эту квартиру за 9 миллионов 750 минимум. И плюс стоимость аренды, сколько ты уже захочешь, 500 тысяч, лям, 2, смотря сколько тебе дадут. Ну, я думаю, лям максимум ты сможешь заработать на этой херне с одной сделки. Ты ему предлагаешь там, если плюс лям, то за 10 750 он едет, делает свои дела, которые тебе нужны, и возвращает тебе за 9 750. И ты зарабатываешь разницу в 1 миллион рублей. В чем же этот плюс? Этот плюс в том, что дом будет всегда у тебя. У тебя с помощью аренды, возможно, будет окупаться ежедневная оплата, ежедневный налог на дом. Иногда может окупаться, иногда может уйти в минус, но не прям такой большой. То есть ты сможешь себе регулировать, как бы, стоимость аренды, стоимость налога своего. Но минус в том, что иногда тебя могут кинуть на квартиру, иногда могут слить ее в ГОС. И иногда просто никто не возьмет, поэтому это очень сомнительная херня и рискованная. Но если вы снимаете откат, пишете все, тогда, я думаю, нечего бояться. Значит, давайте подытожим все наши способы в этом ролике. Первое это то, что ты можешь слить свою квартиру, взять одно госместо, вследствие чего уменьшить себе в налог. Или второй способ это аренда. То есть ты можешь либо брать в аренду, платить намного меньше, чем налог на квартиру, либо давать в аренду, зарабатывать на этом и уменьшать себе, а может даже выходить в плюс. Потому что сейчас могут многие люди слить и потом просто брать в аренду дом. Ну что, я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Я надеюсь, админ не сделает, как бы, слив в ГОС 60% от стоимости его нового. Тогда эта система тоже работать никак не будет и придется этот налог платить. Кстати, да, на дома, как они и писали вчера, вернули налог свой, там, 0.25, как и был сейчас, так и есть. То есть на 6 мест ты платишь налог 50 тысяч, на 9 мест ты платишь налог 75 тысяч, а на 12 мест ты платишь налог 150 тысяч. Это все дом. Только они тупо сделали, что ты можешь иметь 3 дома, типа нельзя иметь 2-3 квартиры. Поэтому выгоднее брать сейчас дома. А самые выгодные это 5 мест, 6 миллионов ГОС, 15 тысяч в день. А я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Обязательно нажми на лайкос, напиши в комментариях, играешь ты еще на смотри или нет. Многие уже пишут мне, что уходят с этого сервера нафиг. Обязательно напиши в комментариях, сделали ли ты себе меншину. Будет очень интересно почитать. Подпишись на канал, здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Обязательно нажми на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну а с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи пацаны и всем пока.